Прошедший в первый уикенд декабря тур чемпионата России по волейболу в высшей лиге А был крайне важен для команды МГТУ с точки зрения распределения мест в турнирной таблице. В случае 100% успеха в матче с подмосковной Искрой и Клубом из Владимира, а также осечки Ярославича в Санкт-Петербурге, подопечные Юрия Нечушкина остановились лидерами своей группы. В итоге так и случилось. Декабрьские звезды удачно расположились на небосклонной за команды МГТУ. Ярославцы уступили автомобилисты, а москвичи за два матча отдали лишь один сет. Встречу против Искры хозяева площадки начали уверенно, одолев гостей в первой партии со счетом 25-16. У студентов получалось все, ну или почти все. А вот дальше началась игра, в которой все решало количество собственных ошибок. Волейболисты МГТУ ошибались регулярно, но команда из Одинцова делала это чаще. В итоге 25-23 во второй и 25-21 в третьей партии также в пользу не скучают. Мы попытались сделать как можно меньше своих ошибок, но и настрой. Мне кажется, все парни хотели сегодня выиграть. Настрой, да. На качество игры будем дорабатывать. Мы старались сегодня этого не отнять. Я считаю, несмотря на то, что у нас многое не получилось, мы с желанием играли, с рвением. Счет на табло. На матч против Мурома игроки МГТУ выходили с хорошим настроением и отдохнувшими, поскольку днем ранее в играх не участвовали. Однако легкой прогулки не получилось. Муромчане накануне в Сухую уступили искре, и повторять подобный результат им не очень-то хотелось. Хорошее начало матча 25-20 в первой партии в пользу МГТУ сыграло со студентами в днюю шутку. Потеря концентрации по ходу второго отрезка игры обернулась для них большим количеством ошибок и проигрышем в партии 23-25. Грозное внушение главного тренера Юрия Мечушкина вернуло москвичей с небес на землю, а удачный выход на площадку Макара Бескудова еще эффективнее помочь студентам взять ход игры под свой контроль. 25-17 и 25-19 в дальнейших партиях. Общий счет матча 3-1 в пользу хозяев площадки. Шесть набранных очков по итогам тура позволили МГТУ стать лидером своей группы. У нас сейчас две недели до тура в Ярославле, где, в общем-то, я думаю, что практически может решиться судьба первого места, потому что Ярославль принимает дома нас, если при удачной игре с ними, то у нас практически все шансы быть первыми, поскольку два последних тура мы играем дома, все-таки это немного будет легче, а Ярославль будет играть на выезде. Поэтому, естественно, к этому будем готовиться, будем ребят настраивать, естественно, работать над тем, чем у нас не получается, а не получается много. Это собственный брак. Ну, в общем-то, не та игра в обороне, которой бы хотелось, это взаимодействие блока и защиты. Ну, есть много всяких проблем, и, естественно, все это надо подтягивать. Но еще раз я это подчеркиваю, что нам реально в этом году бороться за самые высокие места. Вот мы на это будем нацеливаться и, естественно, в этом плане работать. Ну, и, конечно, хотел в заключение поблагодарить, во-первых, зрителей наших, да, которые вот в это непростое время связаны со всеми ограничениями, все-таки нашли возможность, пришли. Пусть их было небольшое количество ограниченное, которое, в общем-то, позволяет находиться в зале, но тем не менее они, в общем-то, показали то, что они за команду переживают, болеют и радовались вместе с нами с результатом. Ну, и надеемся, что поддержка наших спонсоров, которые, в общем-то, которые мы, в общем-то, знаем и ощущаем, что они, что их бренд на самом высоком уровне, если что этот бренд мы просто обязаны вот в этом сезоне поднять еще выше и так же, как они, быть лидерами, они в своей области, а мы, естественно, в области спорта, волейболе. Будем за это бороться.